Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз основных событий на недельку с 18 по 24 ноября. Итак, что же вас ожидает интересненького, интригующего? Давайте смотреть. Итак, начнём, конечно, с ваших ощущений. То есть, как вы будете воспринимать события недели, как их будете ощущать. То есть, какие вообще ощущения будут всё это у вас вызывать. Итак, шестёрка Пентакли. Ну, знаете, у кого-то будут ощущения рассчитаться побыстрее с долгами. Ну, по мере возможности, конечно. Конечно, у кого-то, наоборот, потребовать долг обратно. Вот. Могут появиться ощущения, что, ну, как-то там лучше эту процедуру убыстрить, скажем так. Да, чтобы побыстрее с вами рассчитались. У кого-то появится ощущение, что скоро вы получите премию, бонус. Может, кому-то нужна ваша помощь и нужно помочь, в том числе финансово. Вот. У кого-то появится ощущение завести партнёра в своём деле. Пригласить, точнее, партнёра в свой бизнес, в своё дело. Может быть, попросить наставничество, если вы по найму работаете. Вот. Чтобы вас чему-то научили, обучили. Ну, либо помочь коллеге, если он новичок и не справляется с чем-то. Вот. Ну, давайте смотреть, а что с событиями будет. Так. Карта Мир. Шестёрка Мечей. И, 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 и. Карта Мак. Сегодня солнышко играет. То темнеет, то светлеет. Вот, знаете, ещё у меня возникло такое по шестёрочке Пентакли, что у кого-то из вас может появиться ощущение заняться на этой неделе своими финансовыми делами. Своим бюджетом. Свести дебет с кредитом. Внести какие-то корректировки, какие-то изменения. Вот ещё вот это у меня вдруг пришла информация. Так. Ну, вернёмся к событиям. Два старших аркана, друзья мои. Карта Мир и карта Мак. Это уже говорит, что неделька может быть интересная, непростая, значимая для вас. Особенно для будущего. Вполне возможно. Потому что даже та карта Мир, она уже говорит, что кое-кто из вас будет стоять на пороге перемен. На границе, на переходе, может быть, с одного этапа на другой. Это может касаться и каких-то ваших жизненных приоритетов, это может касаться профессиональной деятельности, отношений в том числе может касаться. Для кого-то это может проиграться по части изменения места работы, места жительства в том числе. Вот. Не исключена переписка по интернету. Либо работа, интенсивная работа по интернету. Может, кто-то новый канал откроет. Или, наоборот, существующий канал начнёт нагружать необходимую информацию, так сказать. Более активно работать со своими соцсетями, со своими каналами. Ютуб там или ещё где-то. Вот. То есть это, друзья мои, перемены. Перемены. Может, кто-то перейдёт на удалёнку. Или будет искать работу на удалённом режиме. Тоже вполне возможно, мои лапоньки. Может, начнёт заглядывать, куда бы уехать, куда бы переехать. Тоже вариант. Ещё раз повторюсь, это вот карта такого перехода. Перехода. Ну и учитывая, что у нас рядом шестёрочка мечей, она как бы ещё подтверждает, подтверждает, что да, перемены могут быть на этой неделе, в том плане, что появятся такие мысли, будут приняты такие решения. Может изменяться, измениться, вернее, может касаться это изменение места жительства и изменение рабочего места. Потому что здесь, как бы, вот по шестёрке мечей больше звучит уход из зоны дискомфорта. Или из зоны, где всё уже сделано, всё уже опробировано, опробовано. Получен результат, и там уже ловить нечего. Поэтому нужно менять дислокацию, ну и в том числе в буквальном смысле, куда-то переезжать. То есть искать лучшее место под солнцем. Это может касаться и отношений, мои хорошие. Да, какие-то отношения изжили себя, и вы чувствуете, что их уже не исправить. И вас уже тянет на что-то новенькое. Тем более, видите, у нас карта мир, она, ещё раз повторюсь, говорит о смене приоритетов, о смене желаний. То есть о желании, точнее, даже новшеств каких-то. Поэтому, да, шестёрка мечей для кого-то может проиграться. Вот именно уход из обстоятельств, которые вас напрягают, раздражают, и вообще хочется чего-то новенького, лучшего. Лучшего – это самый главный такой девиз у этой карты. Ну да, он может касаться и поездки напрямую, в буквальном смысле слова. Сели и поехали. Ну уж куда там у каждого своё. И причина этой поездки тоже может быть у каждого своя. У кого-то командировка, у кого-то переезд в другую страну. У кого-то смена места работы, смена отношений и так далее. Карта Маг. Ну, здесь больше речи идёт, ну, в общем-то, тоже об обновлении, да. Но здесь очень хорошо выражено Я. Моё Я, как говорится. Да, Я хочу. Я могу. Я сделаю. И для этого я буду использовать все ресурсы, которые есть, а и они будут, эти ресурсы, в том числе и окружающие вас люди, с помощью чего я этого добьюсь. И я этого получу во что бы то ни стало. Да, может быть, и задействованы магические какие-то ресурсы. Либо ваши личные, либо обращение к магу или к человеку, который, ну, скажем, специалист в этом вопросе. Это могут быть и предложения от конкретного человека. Человека, который полон идей, полон такой, знаете, точнее так, он очень самостоятельен, очень такой, может, даже и статусный. Довольно своеобразный. Но, опять же, он заточен только на личном интересе. Если вам будут поступать какие-то предложения от подобного персонажа, очень хорошо подумайте. Просчитайте до конца, а что вы будете иметь, причём с гарантией иметь. Потому что человек, ещё раз повторюсь, он не будет думать, выгодно вам это или невыгодно. Он будет просчитывать только собственную выгоду. И только так. Что ещё? Вообще, как-то маг очень любопытная. Она такая многогранная, я бы сказала. Я, когда её вижу, у меня всегда возникает ощущение, что я попадаю в какое-то пространство, которое мне незнакомо. И которое нужно изучить, проанализировать. И я не говорю, что это плохо. Нет. Но это пространство, оно может принести очень интересную выгоду, очень интересный результат и навык, и опыт. Поэтому отворачиваться, что ли, или отмахиваться от таких обстоятельств ни в коем случае нельзя. Поэтому, если что-то вам будет прилетать новенькое в виде персонажа или какого-то обстоятельства информации, пожалуйста, исследуйте, не отмахивайтесь. Тем более, у вас карта Мир. Ну и плюс ещё шестёрочка мечей тоже намекают на что-то подобное. Ладно. Теперь давайте посмотрим, что с конфетками-занозами. Так, конфетка. Угу. Восьмёрка чаш. Вообще, конечно, интересно, но весь расклад говорит об изменениях. О разного рода изменениях. Самое-то любопытное. В том числе и конфетка говорит о том, что придут новые ощущения, новые чувства. Может поменяться ваше отношение к кому-то или к чему-то. И это будет плюс, эта конфетка. Могут появиться мысли и ощущения, что пора что-то менять в своей жизни. От чего-то уходить, с чем-то расставаться или с кем-то расставаться. Тут, как говорится, без разницы. Может поменять профессиональную деятельность. Может поменять место жительства. То есть всё, что у вас было, это уже потеряло ценность. Либо это уже испробовано, прочувствовано и уже не приносит той отдачи, на которую вы, может, даже и привыкли уже, понимаете. Или на которую вы уже надеялись. Хочется обновления, новых ощущений. Конечно, карта здесь больше касается именно эмоций, вашего душевного состояния. Но, в принципе, все наши изменения идут от души, согласитесь, да? Вначале возникает ощущение, что-то хочется. Потом начинает голова работать, а чего же хочется-то? И начинаешь искать. Согласны? Вот тут то же самое. Довольно интересная конфетка. Я бы сказала, она с тайной начинкой. Потому что неизвестно, во что выльется эта конфетка. Вот. Ну, образно выражается, конечно. Вот. Идём дальше. Заноза. Ну, по шпентакле я бы не сказала особо, что это заноза. Ну, какое-то дело, какое-то заделье. Может, какой-то финансовый вопрос нужно решить. Просто настала необходимость. Вот и вся заноза. Что-то по дому надо сделать. Что-то на работе, возможно, какой-то приработок, вполне возможно. Что-то, может, связано с детьми, с внуками. Ну, это вот именно рабочие моменты, рабочая необходимость, которую нужно вот, ну, просто вот сделать и всё. Ладно. Давайте посмотрим, что посоветует Аракула с отмением. Неделя любопытная. Очень любопытная, интригующая. С намёками, со знаками. Итак. Иллюзии. Ну, наверное, поэтому и совет вам. Не заблудитесь в иллюзиях. Старайтесь мыслить, ну, скажем так, более чётко, трезво, разумно. Где-то педантично, где-то, может быть, с ноткой расчёта, расчётливости, точнее. Вот. Ну, а иллюзии, сами понимаете, особенно иллюзии в отношениях, это всегда ой-ой-ой и ай-ай-ай. Поэтому тут вдвойне нужно быть осторожным. Да и не только в общем отношении. Тут и везде может касаться. Вам решать, друзья мои, где вы можете заблудиться. В какой области вашей деятельности, вашей жизни. Так что смотрите. Ну, а я на этом закругляюсь, мои лапочки. Счастья вам, здоровья, любви. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok